Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. В эфире Вести в студии Ольга Гриненко. Здравствуйте. Для начала коротко о последних событиях в стране и мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тайфун Джеби пришел на российский Дальний Восток. Непогода на Сахалине оставила без света тысячи людей. Уйти, чтобы остаться. Большинство британцев считают, что процесс выхода страны из ЕС превратился в хаос, а план Терезы Мэй обречен на провал. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь все это и многое другое подробно. Новый учебный год уже стартовал, а 9 детских садов Кишноу так и не открыли свои двери после каникул. В шести из них продолжается затянувшийся ремонт, а три не могут работать из-за отсутствия поваров. Какой выход из проблемной ситуации обещает найти столичное управление образования молодежи и спорта, расскажем в нашем сюжете. Начать новый учебный год в стенах своего детского сада не смогли десятки детей. Родителям пришлось искать другие варианты. Брать малышей с собой на работу или искать с кем оставить. Как пояснили в управлении образования Кишинеу, ремонт в шести детских садах не удалось закончить срок из-за несостоявшихся тендеров. Что же касается еще трех дошкольных учреждений, то дело стало не только за ремонтом. Не все гладко и с кадрами. Готовить еду попросту некому. Как отмечает администрация детских садов, проблема с персоналом на данный момент стоит очень остро. В период отпуска скончался наш повар, который выполнял три функции. Он работал за двух поваров и мыл посуду, так как на протяжении всего года мы искали соответствующие кадры. Но никто не хотел работать за такую зарплату. И сейчас снова с 16 августа и по сей день мы не можем найти повара. Зарплата совершенно не мотивирующая, при том, что объем работы не маленький. Почистить два-три мешка картошки в день, лук, морковь, поднимать кастрюли с обедом весом в 50-60 килограммов. С нехваткой персонала столкнулась и глава столичного детского сада номер 106. Причина та же – низкие зарплаты. Искать работников приходится даже среди неквалифицированных кадров. У нас нет двух поваров, нет посудомойщика и помощника повара. Я думаю, что это из-за низкой зарплаты. Ставка – 1150 леев, плюс дополнительно 500 леев от правительства и 500 от мэрии. И так выходит около 2150 леев. Это очень маленькая зарплата. Мы смогли найти людей, которые будут работать, но квалифицированных кадров найти не удалось. Мы отправили их на медицинский контроль. Надеемся, что на следующей неделе возобновим свою деятельность. По данным столичного управления образования молодежи и спорта, детей, которые пока не могут ходить в свои детские сады, временно распределят по другим дошкольным учреждениям в их районах. Какой выход из ситуации найдут в случае, если кухни трех детских садов продолжат пустовать, пока неизвестно. Джакузи, душ-кабина и итальянская мебель в королевском стиле. Такие удобства можно найти не только в гостинице, но, как оказалось, и в палате молдавского медучреждения. Премьер-министр Павел Филипп совершил визит в больницу железнодорожников. А когда заглянул в палату, где проходили лечения бывшие главы предприятия «Железная дорога Молдовы», остался в замешательстве. Комната, по его словам, больше похожа на номер в отеле. Между тем, сама больница находится в запустении и требует серьезных инвестиций. Пока пациенты восстанавливались на старых кроватях, бывшие главы железной дороги Молдова могли себе позволить понежиться в джакузи. В вип-палате больницы железнодорожников целый номер люкс пятизвездочного отеля. Пол из мрамора, в углу душ-кабина с телефоном и гидромассажная ванная, а в центре большая кровать в королевском стиле. Увидев это великолепие, премьер-министр Павел Филипп с трудом смог поверить своим глазам. По словам премьера, больницы, как и само предприятие «Железная дорога Молдовы» сейчас терпят финансовые трудности. Но вместо того, чтобы инвестировать в модернизацию, деньги тратились на комфорт для администрации. Это просто издевательство, особенно когда я думаю о том, что у нас есть задолженность по зарплате сотрудникам железной дороги. С другой стороны, больница железнодорожников получала всегда финансирование. И сейчас мы видим, что деньги были инвестированы куда не следует. На эти деньги можно было купить еще одну или даже три ванны, другое оборудование для процедур. О недоумении по поводу распределения казенных средств заявили и врачи медучреждения. Здесь везде нужен ремонт. Водопровод, канализация. Сюда вложили средства, положили мрамор, а там туалеты, санузлы так и оставили. Напомним, в ноябре прошлого года больница железнодорожников была передана на баланс Минздрава. Это объяснило сложной финансовой ситуацией, в котором находилось предприятие «Железная дорога Молдовы». Отметим, что это не первое государственное учреждение, в котором помещения оформляются в стиле люкс. Чрезмерные расходы отмечены и на балансе монпредприятия АП «Канал Кишинел». В 2016 году было обнаружено, что фирма приобрела столы за 140 тысяч леев, кофемашину за 90 тысяч и автомобиль за 640 тысяч леев. Мебель была установлена в кабинете бывшего главы предприятия Константина Бекчеева. Парк – место для развлечений или тихого отдыха. Мэрия столицы запустила опрос среди горожан на тему того, нужен ли в парке Валя Морилор развлекательный комплекс, а именно аквапарк. Обустроить зону поручат частному экономическому агенту. Проголосовать за или против можно будет до 15 сентября. Хорошая это инициатива или нет, решила узнать и наша съемочная группа. Нужны ли водные аттракционы в парках? Ответить на этот вопрос мэрия столицы предлагает горожанам. По данным пресс-службы муниципалитета, местная администрация не раз получала запрос от экономических агентов об открытии в городе аквапарка. При этом наиболее удачным вариантом в этом плане может послужить парк Валя Морилор, утверждают в мэрии. Так нужен аквапарк или нет? Этот вопрос мы задали местным отдыхающим. Аквапарк – это не дело в центре города делать. Аквапарк – это, мне кажется, где-то за городом. Какой еще здесь аквапарк? Вон есть тут все. Я сюда прихожу, потому что здесь тихо и не хотела бы слышать шумы из аквапарка. А вот другим отдыхающим идея возведения водяных горок показалась не такой уж плохой. За выступили в первую очередь родители с детьми. В городе можно сделать, потому что тут близко, тут всегда есть народ. Я за. Некуда сходить с ребенком здесь. Наверное, имеет место быть аквапарк, кроме гостиниц и каких-то торговых комплексов. Наверное. То есть, ну все должно быть сделано с умом, все это должно быть продумано. Сейчас в парке Валя Морилор среди развлечений для детей работают несколько батутов, аренда велосипедов, а также несколько детских площадок. Опрос по поводу возведения аквапарка мэрия Кищенов будет проводить до 15 сентября. Проголосовать можно на сайте муниципалитета. Отметим, сейчас в стране работает один аквапарк в районе Еловень, а также комплекс изводных аттракционов в парке развлечений Архейленд в Архей. Наталья Фомина, Руслан Каунов, Вести Молдова. Отставки бывшего министра труда Валентина Булига потребовали участники движения национального сопротивления АКУМ. Сегодня у здания парламента десятки активистов устроили флешмоб, на котором также призвали наказать всех лиц, виновных в приговоре, который вынес Молдове и СПЧ в связи со скандальным случаем пенсионера Михаила Дагатарь из Гладень. Демиссия Булига! Демиссия Булига! Демиссия Булига! Руси! Руси! Руси нет! Руси нет! Я имею в виду прокурора, который затребовал медико-психиатрическое обследование, судью, который принял это обследование, адвоката, который, хотя и защищал клиента, был согласен с прокурором и судьей, полицейских, которые обманули пенсионера, сказав, что везут его в полицию, надели в больницу, и врачей, которые исказили информацию, написав, что у господина Дагатарь есть ментальные проблемы. Мы просим отставки госпожи Булиги, поскольку понятно, что если из-за действия человека ЕСПЧ осудил Республику Молдова, у нее больше нет морального права работать депутатом. Фактически любой гражданин, который посягнул на комфорт представителя режима, может быть помещен в тюрьму, в психбольницу без какого-либо уважения его прав. Напомним, в мае 2014-го в ходе визита в Гладень тогдашнего министра труда Валентину Булига ударил по лицу пенсионер Михаил Дагатарь. После принудительного размещения мужчины в психиатрической больнице, тот обратился в Европейский суд по правам человека и выиграл его. Компенсация за ущерб составила 7680 евро. Получить комментарий от представителей Булиги не удалось. Пресс-служба Демпартии на звонки не ответила. Однако ранее депутат сообщала о тщетных попытках помириться с пенсионером. Якобы сделать это ей не позволил Уголовный кодекс. Перейдем к новостям политики. Президент Игорь Дадон не исключает своего участия в предстоящих парламентских выборах. И баллотироваться он будет по спискам социалистов. Так, экс-глава ПСРМ надеется помочь политформированию одержать большинство в законодательном органе. С сегодняшнего дня ПСРМ вступает в предвыборную кампанию. Об этом по итогам Республиканского совета партии социалистов заявил президент республики Игорь Дадон. На сегодняшнем мероприятии неофициальный лидер формирования присутствовал в качестве гостя. Он напомнил, что ПСРМ является единственной пропрезидентской партией. И заявил, что рассматривает возможность своего участия в предстоящих парламентских выборах по спискам формирования. Дадон также отметил, что с предстоящей субботы в каждом районном центре начнется отбор кандидатов ПСРМ по одномандатным округам. А в конце октября, в начале ноября, социалисты обещают массовый сбор в центре столицы. Тем временем большинство экспертов утверждают, что новый политический сезон, осень-зима, будет долгим и жестким. Такого мнения придерживается и политолог Ион Табырца. Аналитик уверен, что страсти накалятся в начале следующего года в преддверии парламентских выборов. В интервью для портала «Трибуна» известный политолог Ион Табырца заявил, что это осень, а в особенности зима, будут жаркими из-за тех событий, которые произойдут на нашей политической арене. По словам аналитика, можно считать, что новый политический сезон уже стартовал. А начался он с проведения протестов и акций, связанных с Днем независимости. Конечно, этот политический сезон, осень-зима, будет долгим и жестким. Мы видим, что позиции сторон непримиримы. Сейчас в Республике Молдова есть 3-4 политических поля – власть, социалисты и проевропейские оппозиционные партии. Последние ведут жесткие споры и с властью, и с фактором социалистов, но не столько с ним, сколько с пророссийским. С точки зрения ресурсов, проевропейские партии находятся в невыгодном положении. Однако, в любом случае, спор будет очень и очень жестким. 2019 год может быть очень важным для Молдовы, поворотным. Или мы вернемся к проевропейскому курсу, как это было до 2014 года. Или, наоборот, пойдем дальше к той диктатуре, которая наблюдается в последний год. Заявил Ион Теберце. Другой политический аналитик Николай Негру считает, что новый политический сезон будет отмечен предстоящими парламентскими выборами, намеченными на 24 февраля. После этого сезона депутаты вступят в избирательную кампанию. Будет жесткая политическая борьба, которая и будет ее характеризовать. Каждый будет пытаться проявить себя. Понятно, что власть попытается показать, что заслуживает поддержки избирателей. Оппозиция, конечно же, попытается выйти на улицу, но пока что такие выходы не увенчались большим успехом. Не знаем, что будет дальше. Понятно, что будут попытки дестабилизировать ситуацию, показать, что нынешние власти не в состоянии управлять страной. Будет очень большая конфронтация. Заявил для того же новостного портала Николай Негру, который не исключил, что на политической арене могут появиться и другие игроки. Но, по мнению аналитика, пока их нет. Продолжаем выпуск. Виноградарь и Молдовы смогут продавать свою продукцию только после получения сертификата безопасности от Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, а также регистрации в государственном реестре средств фитосанитарного назначения и удобрений. Для получения сертификата производитель винограда должен будет обратиться в местное территориальное отделение Анса, специалисты которого возьмут пробы продукции и отправят их в аккредитованную лабораторию. В Кишинео в штаб-квартире МИСИ ОБСЕ прошло новое заседание экспертов в фармацевтической сфере. В ходе него состоялся обмен мнениями относительно сравнительного анализа номенклатур лекарственных средств, используемых на обоих берегах Днестра. В результате дискуссии эксперты договорились, что окончательные выводы будут обсуждаться на следующем заседании. Также на нем представят предложения для руководителей рабочих групп по доработке механизма сертификации и авторизации лекарственных средств, введенных в Приднестровье в соответствии с международными стандартами. Агентство общественных услуг опубликовало информацию для получения водительских прав международного образца. Для получения документа необходимо предъявить удостоверение личности, действительные молдавские водительские права образца 2008 или 2015 года, доказательство уплаты пошлины и заявление в установленной форме. Плата за выдачу документов в течение 30 дней составляет 320 леев и может варьироваться в зависимости от запрашиваемого срока. Международные водительские права будут действительны для вождения в международном трафике только при наличии национальных водительских удостоверений и будут выдаваться на срок до трех лет. В столице зарегистрировали два случая заражения корью, сообщает Национальное агентство общественного здоровья. Как отмечают специалисты, на данный момент в Молдове зафиксировано 198 случаев заболевания. Еще у 68 человек подозрения на корь. Напомним, вспышка болезни произошла в детском лагере села Маринейной района Унгень. Десят 21 по 28 июля отдыхал ранее прибывавший в Украине непривитый ребенок. В Минздраве заявили, что руководство лагеря понесет наказание за несублюдение санитарных норм. В ближайшие дни детский сад номер 5 из Камрата возобновит свою работу после проведения ремонта. Так, 30 августа в Камратский центр общественного здоровья была подана заявка на разрешение открытия этого дошкольного учреждения. Анса уже выдала авторизацию на деятельность детского сада. По словам его директора Елены Патраман, была отремонтирована прачечная, душевые для поваров. В одной группе проведен капитальный ремонт, в других – косметический. В нынешнем году детский сад номер 5 в муниципе Камрат будут посещать 370 детей. С октября этого года ветераны войны будут проходить лечение в клинической больнице Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. В рамках медицинского учреждения создадут общественный совет с участием ветеранов для обеспечения прозрачности ее работы и оказания необходимой медпомощи. Об этом сообщил премьер-министр Павел Филипп. Согласно пресс-релизу правительства, данное медучреждение, которое в настоящее время управляет и бывшей больницей железных дорог Молдовы, имеет несколько отделений для лечения и реабилитации. И ее вместимость составляет 85 мест в стационаре. Привести общественный транспорт в порядок и тщательно контролировать график движения и количество автобусов на маршруте призвал перевозчиков мэр города Беллс Николай Григоришин. Заявление было сделано на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, которую он возглавляет. По словам градоначальника, нужно сделать все, чтобы жители Беллс добирались до места назначения с комфортом. Ранее горожане неоднократно жаловались на устаревшие маршрутки и автобусы, их нехватку, несоблюдение графика, пыль в салонах и грубость по отношению к пассажирам. Внимание у водителей! Начиная с четверга, 6 сентября, движение по Сватулцере между улицами Анатол Коробчану и Алексей Матерьевич будет временно приостановлено. На этом участке АПК канал Кишинэу будет проводить работы по ремонту коллектора, куда поступают бытовые отходы. Предприятие сообщает, что работы завершатся к концу ноября, но график зависит от сложности проблемы. Возможно изменения и в некоторых маршрутах общественного транспорта. Напомним, что стоимость программы по реабилитации и развитию услуг по водоснабжению и канализации в муниципе Кишинэу 61 с лишним миллионов леев. Финансовая поддержка предоставлена Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком. После жаркого начала сентября осень дает о себе знать. Проливная дождь, которая настиг сегодня столицу, как всегда превратила улицы города в фонтаны и реки. И это не в переносном, а в буквальном смысле слова. Так на перекрестке улиц Албаю или Анисфергибу в секторе Буйкань прорвало канализационную трубу. Люк не выдержал мощного напора воды и отлетел в сторону. Не прошло и минуты, как из канализации забил настоящий фонтан. На нескольких улицах столицы большой поток воды создал препятствие и водителям. Образовались пробки. Напомним, что по данным метеорологов в ближайшие дни сохранится пасмурная погода. Температура воздуха днем в среднем подымется до 28 градусов. В центральной части страны в ночь на четверг пройдут дожди. От новостей столичных к спортивным. В детской спортивной школе города Чадерлунга начались работы по капитальному ремонту. Планируется, что в учреждении смогут заниматься свыше 200 детей в таких секциях, как вольная борьба, карате, настольный теннис и тяжелая атлетика. Проект планируют завершить в течение двух месяцев. О других новостях из мира спорта узнаете из следующего обзора. Лицом в грязь не ударили. В болгарском городе Варна подвели итоги детского фестиваля футбола под названием Южно-Черноморский кубок. В соревнованиях приняли участие и три команды Кишиневского клуба. Молдавские спортсмены 12 и 10 лет взяли две бронзы. Еще одна команда, состоящая из футболистов 11 лет, заняла четвертое место. И хотя фестиваль «Детские противостояния» велось по-взрослому, в числе соперников были сверстники из Софийского ЦСКА, Ташкентских Пахтакора и Спартака из Узбекистана, Минского Динамо из Беларуси, Варнинского Черноморья и других болгарских клубов. Серьезная проверка на прочность предстоит Чадрлунгскому Саксану. Уже через три дня клуб проведет контрольный матч с одним из лидеров национальной дивизии по футболу, с Петрокубом. Матч состоится в 17.30 на городском стадионе в Ханчешть. Чадрлунгской команде предстоит непростая борьба. По результатам 12 матчей Саксан замыкает турнирную таблицу дивизии А, в то время как его соперник после 19 туров обосновался на третьем месте в таблице. Выиграть все матчи намерена сборная Молдовы по пляжному футболу в ходе Евролиги, которая состоится на итальянском острове Сардиния. Турнир пройдет с 6 по 9 сентября, и команда нашей страны будет бороться за выход в дивизион А. Играть предстоит с Казахстаном, Германией и Венгрией. В Евролиге участвуют 8 команд. В другую группу вошли сборные Болгарии, Норвегии, Великобритании и Румынии. Скучать дома за гаджетами не дали. В течение почти трех недель в республике работали 12-летних спортивно-развлекательных школ в рамках проекта Open Fun Football Schools – спорт, школы, политии. Родители не стали упускать возможность приобщить ребенка к активности. Организаторы наметили ответственную миссию – заинтересовать спортом как можно больше ребят. Благодарные мальчишки и девчонки в стороне не остались, и во все осваивали спортивные игры, в основном футбол. А сейчас короткая реклама. Сразу после этого продолжим говорить о главных событиях дня. Не переключайтесь. В эфире Вести продолжим говорить об основных событиях дня. Далее перейдем к основным новостям из-за рубежа. Тайфун Джеби пришел на российский Дальний Восток. На Сахалине из-за непогоды более 4 тысяч человек остались без света. Остров во власти сильнейших ливней и штормового ветра до 40 метров в секунду. В районе города Макарова селевой поток сошел прямо в местное водохранилище, оставив жителей без чистой воды. Участки автотрасс затоплены, движение остановлено. Прервано железнодорожное сообщение. Тайфун нарушил подачу света в селах Александровск, Сахалинского, Тамаринского и Углегорского районов, а также частично в Южно-Сахалинске. Пару ветра достигали 20 метров в секунду. Закрыт местный аэропорт. В областном центре ветер ломал деревья, остановки сносил строительные заборы. Были и сообщения о машинах, поврежденных обломками. Там джипы стекла вылили боковые. Тайфун в прямом смысле постучался в окна детского сада в Луговом. На территории учреждения повалило пять деревьев. Ветки повредили детскую площадку. Жизни детей ничего не угрожает, поэтому никаких эвакуаций не проводилось. Деревья, стекла не побили, так как стоят стеклопакеты. Крыша, соответственно, тоже не повреждена. Джеби на юге острова поставил новый рекорд по скорости ветра – 36 метров в секунду. Такие данные зафиксировали в Корсакове. Мощь тропического урагана после юга острова почувствовали жители центральных и северных районов Сахалина. Сообщается о подтоплениях в Паранайске и Макарове. Паранайская площадь. Все в воде, весь город в воде. А дорогу между Макаровым и селом Лермонтово и вовсе пришлось закрыть. Здесь сошел сель. Не соврать, у меня колеса где-то наполовину утонули. А в Хабаровском крае ураган снес крышу одной из школ. На этих любительских кадрах видны последствия стихии. Разбиты стекла, разбросаны осколки конструкции. Пострадала 12-летняя девочка. Она сейчас в больнице. Более миллиона домов без электричества. Сотни пассажиров заблокированы в затопленном аэропорту. Детей эвакуируют на вертолетах. Япония сегодня пытается оправиться от удара, который разрушительный тайфун Джеби нанес накануне. Число погибших увеличилось до 11. Число пострадавших идет на сотни. Станет ли самый мощный за последнюю четверть эко-тайфун еще и самым разрушительным? Япония приходит в себя после Джеби. Больше всего от него пострадали префектуры Осака, Киото и Хёга. Без света там остались более полутора миллионов домов. А после шторма на улице плюс 32. И теперь города задыхаются от жары без кондиционеров и вентиляторов. Сбой в работе предприятий. Встало оборудование. Вот репортаж местного телеканала из здания городской ратуши. Компьютеры и принтеры отключены, но удалось обеспечить энергоснабжение с помощью аварийного генератора. И никаких проблем с запросами граждан не возникает. Катастрофическим ударом по экономике региона может оказаться сбой международного аэропорта Кансай в Осаке. До сих пор не ясно, когда он вновь сможет принимать и отправлять рейсы. Взлетопосадочная полоса и подземные этажи аэропорта затоплены. А в мост, который связывает насыпный остров с сушей, врезался танкер. Пять тысяч пассажиров ночевали в терминалах прямо на полу. Лишь утром спасатели смогли начать эвакуацию. Людей вывозили на катере. В префектуре Киота 160 школьников оказались заблокированы в летнем лагере. Единственную дорогу к нему смыло. Закрыт крупнейший в стране парк развлечений. А это 100-метровое колесо обозрений бешено вращал ураган. В эпицентре скорость ветра достигала 45 метров в секунду. Тайфун выбросил на сушу и расколол несколько сухогрузов. Восстанавливают расписание железнодорожные и авиаперевозчики. Были отменены более 180 рейсов. Эти перебои затронули 27 тысяч человек. Предстоит оценить ущерб от пожара на автомобильном аукционе. Там сгорели десятки машин. Новости из России. В одном из районов Челябинска введен режим чрезвычайной ситуации из-за землетрясения. Повреждены более 10 социальных объектов, в том числе детские сады и школы. В одной из больниц эвакуировали пациентов и медперсонал. К счастью, никто не пострадал. В некоторых жилых домах треснули стены. Толчки магнитудой в 5,5 баллов были зафиксированы на глубине 10 километров. Этот момент попал на камеры наблюдения в одном из магазинов Челябинской области. Видно, как шатаются прилавки, падают на полпродукты. Толчки также ощущались в Свердловской области и в окрестностях Уфы. Организация по запрещению химического оружия опубликовала выдержки из доклада по расследованию инцидентов в Эймсбери и Солсбери. Согласно документу, в обоих случаях речь идет об отравлении одними тем же ядом. Тем не менее, в ОСХО не смогли подтвердить, что вещества были из одной партии. Название химиката в документе также ни разу не упоминается. Однако Лондон поспешил интерпретировать выводы экспертов на свое усмотрение. В британском МИДе заявили, что ОСХО якобы удалось подтвердить, что в Эймсбери и Солсбери использовалось вещество, известное как «новичок». На заявления британских дипломатов отреагировали в российском представительстве при ОСХО, назвав их попытками манипулировать общественным мнением. Уйти, чтобы остаться. Большинство британцев считают, что процесс выхода страны из ЕС превратился в хаос. А план Терезе Мэй обречен на провал. Премьер-министра критикуют и в парламенте, и в правительстве, и в деловых кругах. Союз финансистов и предпринимателей предупредил, что развод с Европой без мирового соглашения закончится крахом британской экономики. По данным агентства Bloomberg, еще не состоявшийся Brexit уже обошелся Великобритании примерно в 2% ВВП. Активисты общественной организации «Лучшие для Британии» проанализировали результаты последних соцопросов и пришли к выводу, что большинство британцев теперь выступают против Brexit. Они утверждают, что больше 2,5 миллионов человек, проголосовавших за выход из Евросоюза, изменили свое мнение и хотят остаться в ЕС. Подсчитано, что число тех, кто все еще выступает за Brexit, сокращается в среднем на 1000 человек в день. Сторонники Единой Европы вынашивают идею повторного референдума. Но премьер-министр Тереза Мэй утверждает, что обратной дороги уже нет. Снова поднимать вопрос о Brexit было бы мерзким предательством нашей демократии и оказанного нам доверия. С другой стороны, премьер-министры атакуют политики, сделавшие ставку на Brexit. Они утверждают, что правительство проваливает переговоры о выходе из Евросоюза. В центре скандала – правительственный план «Чекерс» – название позаимствовано у загородной резиденции премьера, где Тереза Мэй в июле огласила свое видение грядущего соглашения с ЕС. Против такого подхода первым открыто выступил и ушел в отставку, отвечавший за Brexit министр Дэвид Дэвис. Нынешний план Терезы Мэй по Brexit даже хуже, чем остаться в Евросоюзе. Терезу Мэй критикуют за попытку уйти так, чтобы при этом остаться, сохранив единые правила в торговле, фактически подстраивая Великобританию под условия, которые выдвигает Брюссель. Это все равно, что идти на переговоры под белым флагом капитулянтов, утверждает покинувший правительство Борис Джонсон, бывший министр иностранных дел. Если мы будем действовать согласно нынешнему плану, мы уничтожим портрет Великобритании как гордого и независимого экономического игрока. Мы останемся в такси Евросоюза, но в этот раз будем заперты в багажнике, лишенные права решать, куда ехать. Если не удастся достичь компромисса с Брюсселем, Великобритания рискует покинуть Евросоюз без какого-либо соглашения. О последствиях так называемого жесткого Brexit Тереза Мэй предпочитает вообще не говорить. Вы признаете или нет тот факт, что если мы покинем Евросоюз без сделки, экономически британцы окажутся в тупике? Государство делает все возможное, чтобы обеспечить успех любого сценария выхода из Евросоюза. Чтобы избежать полного провала, правительство Тереза Мэй пытается найти предельно мягкий вариант Brexit, но ветераны британской политики предупреждают, что и этот путь заведет ее в тупик. Беда в том, что действие Тереза Мэй не устроит ни одну из сторон. Это решение худшее из двух зол, и оно никого не удовлетворит. К тому же выясняется, что предложенный Терезе Мэй план не устраивает и главного переговорщика со стороны Брюсселя, Мишеля Барнье. Он заявил об этом 3 сентября во время встречи с депутатами британского парламента. От простых медяков до банкнот высокого художественного уровня и абсолютной защищенности. Российскому госзнаку исполнилось 200 лет. Сотрудников и ветеранов предприятия поздравил президент Владимир Путин. В честь юбилея в Петербурге в Музее истории денег развернута экспозиция с неожиданным названием 1818+. Какой путь прошел госзнак с далекого 1818 года до сегодняшнего дня в нашем следующем репортаже. Госзнак делает все. От 10 копеечных монет до 5000 купюр. Даже деньги на экспорт. Руандийский франк, еминский реал и мадагаскарский ариаре. Степень защиты рубля сопоставима с евро и превосходит доллар. Мы как раз должны сделать наши банкноты настолько защищенными, чтобы у абсолютного большинства людей была уверенность в их подлинности. Госзнак и создавался для борьбы с фальшивомонетчиками. Вот такими поддельными купюрами была наводнена Российская империя. Достаточно сказать, что занимался подделками ассигнации императора Наполеон во время войны. В 1818-м Александр I сдаёт указ создать в Петербурге экспедицию заготовления государственных бумаг. Она начинает чеканить рубли и печатать Катеньку и Петеньку. Так ласково называли крупные купюры с изображением российских самодержцев. С середины 19-го века экспедиция делает ещё и марки, которые быстро становятся предметом коллекционерского культа. Голова нехороша, написана рукой Николая II. После революции экспедиция превращается в управление, но приживается краткое телеграфное обозначение госзнак. Его художники – одни из авторов советской официальной символики. Это они придумали рисунок герба СССР и советский краснокожий паспорт и червонцы с Лениным, которые ходили в стране 30 лет. С 1 января в нашей стране вошли в обращение новые деньги. А ещё госзнак делал все советские ордена и медали. Здесь появилась даже новая профессия – медальер. Это и скульпторы, художники, мастер-летейщик, автор медалей и памятных монет. Мы утверждаем эскиз и подписываем образец. Весь процесс под нашим руководством. Сейчас госзнак делает десятки документов, в том числе биометрические паспорта. Но главный продукт, как и 200 лет назад, конечно, деньги. В основе типографские принципы ещё императорской экспедиции. Все технологии печати отечественные. Даже бумагу на госзнаке делают сами, добавляя в неё защитные порошки, нити и голографическую фольгу. На то, чтобы превратить бумагу в деньги, уходит три недели. Один лист проходит через пять печатных машин. На госзнаке работают около 7 тысяч человек, но к работе с миллионами допускают только проверенных годами сотрудников. Для меня это бумага. Это не деньги. Деньги у нас в руке. Поступление пластиковых карт на предприятии пока не боятся. На протяжении ближайших 20 лет потребности в наличных деньгах будут сохраняться. Но сами наличные могут стать пластиковыми. Такие купюры номиналом в 100 рублей уже были выпущены к Чемпионату мира ограниченным тиражом. Сейчас Центробанк проводит подсчёты. Если будет принято положительное решение, госзнак начнёт делать новые деньги. Люди в масках ограбили российских туристов во Франции. У них похитили три чемодана с бриллиантами. Сумма ущерба может достигать миллиона евро. Семья из трёх человек ехала из парижского аэропорта Лебурже. Внезапно в их такси врезался другой автомобиль, из которого выбежали четверо вооружённых грабителей. Нападавшие отобрали у туристов весь багаж, кошельки, а также мобильные телефоны, после чего скрылись в неизвестном направлении. Местная полиция выясняет все обстоятельства инцидента. Подробности о том, кем были потерпевшие, пока не сообщаются. Таковы вести к этому часу. С вами была Ольга Гриненко. Оставайтесь и далее на нашем канале. До встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. До встречи в эфире.